Приветствую вас. В психологии есть такое понятие, как механизм смещения, когда не выраженное человеком желание, не выраженное человеком потребность, по сути дела, трансформируется в некий, некий такой негативный заряд, который выражается в виде, значит, ну, агрессора, сражения на объектах, либо схожий по своей природе, значит, с объектом, на который направлено изначально человеческое желание, либо, соответственно, нет, да, то есть либо направлено, либо нет, вот. И для вас самым лучшим, самым правильным решением было бы как раз-как раз-таки проанализировать через, например, метод свободных ассоциаций, с чем конкретно связано ваше раздражение. Потому что за него, за раздражение. Ответственность, ну, понятное дело, не всё тем, что только вы и никто больше. Вот. Здесь могут быть какие-то подавленные желания, здесь может быть что-то ещё, какие-то ещё. достаточно важные моменты, которые, может быть, вы сейчас не осознаёте. То есть это такая вот работа. С психологом на предмет того, что же конкретно вас раздражает, что конкретно вас напрягает, что вы себе подавляете, что запрещаете. То есть, понимаете, как бы на человека действует внутренний центр, когда речь идёт вот в таких, в таком аспекте, да, значит, в таких, ну, в таких вот ключах. Вот. И, соответственно, соответственно, нужно просто разбираться с тем, что вы себе запрещаете и, собственно говоря, разбираться с тем, кто вам запрещает. Да? То есть, не просто с тем, значит, что вы себе запрещаете, да, но и с тем, кто запрещает. Вот. Это всё является достаточно такими важными моментами, вот, если мы хотим с вами, значит, разобраться с тем, что у вас происходит. Вот. Что касается брата, то ваш брат, он всего-навсего, как бы просто пробуждает вот это вот чувство, которое вы себе становили. И раздражение здесь, это, ну, по сути дела, не что иное, как, значит, как раз-таки внутренний центр, проявление внутреннего центра. Вот. То есть, это проявление запрета, по сути дела. Вот. По сути дела, это запрет. Запрет на вот то, что вам хочется. Вот. Откуда запрет взялся, это уже, конечно, детали и с этим, с этим нужно разбираться. Ну вот. Я думаю, что, в общем-то, справедливо будет сказать, что ваш брат, да, он абсолютно не при чём. То есть, может быть, вам хочется быть таким же свободным и независимым, как он. Может быть, что-то ещё. Вот. Ну, по факту, ситуация вот именно такая. Вот. Значит, поэтому, если говорить о том, что вам делать, то первое, что нужно обратиться к врачу, проверить ваш организм. Вот. Потому что есть вероятность того, что у вас есть какие-то проблемы. Ну, потому что это ведь, ага, происходило. Произошло. Произошло. Это ведь. Ага, не сразу, да. Аааааааааа. Ну, щас. Спустя какое-то время. Вот. Аааа, и, соответственно, то есть, так было не всегда, да? Вот вы говорите, что, значит, все началось с того, что брат сильно, значит, гремел дверями. То есть до этого все было относительно неплохо, да, до этого все было относительно нормально. Вот, ну и, соответственно, вот тут и нужно разбираться. Проанализировать ваше прошлое, ваше настоящее отношение к этому нужно обязательно проанализировать. Вот, и уже, соответственно, исходя из этого будут какие-то рекомендации вам. Вот. Но нарушение цена, вообще говоря, это достаточно серьезно. Поэтому сначала к врачу, потом, соответственно, уже к психологу. И лучше перестать принимать транквилизаторы, потому что это все-таки препараты, они ни до чего хорошего не доведут. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!